Ребята, всем огромный привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши видосы. Поставьте лайк авансом этому видео прямо сейчас и мы начинаем. У нас сегодня очень ответственный момент. Мы приехали на автодром на первые тесты Лавра в этом году. Он, как с прошлого года, в конце сезона, получается, в сентябре, мы сняли с него двигатель и он больше на дрифт не выезжал. И только сейчас, в сентябре 2023 года, мы первый раз привезли его на автодром, чтобы затестить. Как вы помните, вчера мы заехали на стенд, у нас был всего один прогон и у нас, так сказать, сломался немного редуктор. На самом деле в редукторе сломался всего лишь подшипник хвостовика, разлетелся. Сама пара целая, поэтому там ничего не расколбасило. Но мы подкинули, естественно, редуктор из зипа, а туда подкинем просто другой подшипник и у нас снова будет рабочий редуктор. Поставили такой же редуктор 4.1 с парой. Самое главное, что вчера мы все-таки один раз сделали прогон и у нас Лавр показал на максимальном бусте, это 1.3 в 1.5, 550 сил. Это очень много на самом деле. Бустов я не знаю, но бустов, я думаю, где-то сил 400. Мы сейчас покатаемся и на полном бусте, и получается на бустове. Но, как вы помните, с настройки Саня Стрит Эннер же сказал, что вот он сейчас оставил этот конфиг, который в итоге 550 сил. Это как бы не полностью выжатый Лавр. То есть я реально помню, как на бусте 1.6, 1.7 он просто третью шлифовал бесконечно. Потом мы когда сбавили буст, он третью шлифует, ну и совсем чуть-чуть на разгоне. Это 550 сил. Собственно, конфиг сейчас еще с запасом. Мы сейчас покатаемся на том, на том. Взяли много резины из бокса. Ну, естественно, Лавра всего сделали. Опять же, в боксе все четко. Сейчас приехали, разгрузились, прогрели машину и врываемся на тренировку. Вам я желаю приятного просмотра. Напоминаю, что до 29 сентября у нас продаются еще наклейки коллекционные на Лавра. Вы можете их купить на Стилов Стор и поучаствовать в конкурсе на этот прекрасный автомобиль. А также 8 призов по 50 тысяч рублей. Всем я желаю удачи. А я погнал кататься на вашем Лавре. Тестировать его, чтобы, так сказать, все проверить. Если какие-то недочеты, естественно, мы их покажем. Мы всегда все показываем, все исправим в лучшем виде. Потому что на эту машину я не жалею ни денег, ни сил. Короче, ничего не жалею. И реально хочется, чтобы она, во-первых, ездила круто. А во-вторых, чтобы она досталась одному из вас. И вы сказали, блин, вот это пара тура. Ну, и продали ее, и закрыли ипотеку. Ладно, шучу. Может, не продали, а оставили себе и катались. Как хотите, на самом деле. Кому распорядится судьба, тому же как бы и решать, что с ним делать. Ну, а для меня самое главное отдать победителю крутую тачку. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, я скатал комплект Westlake. Сейчас прокатился, ну, не знаю, кругов, мне кажется, 6 я точно сделал. Даже, может быть, больше. Причем это все без каких-то лютых остановок. Потому что, во-первых, лавр не греется. У него немножко врет температура масла. Но я смотрю, как бы по воде. Вода просто, ну, максимум было 95, по-моему. И самое главное, он рулится просто бесподобно. Он едет, он валит. Я попробовал и на полном бусте, и на бустопе. Ну, на полном бусте, естественно, чувствуется мощность. Прям просто офигенно. Я не знаю, как это передать. Но вы просто посмотрите на мои руки. Они просто делают вот так, как бы. И он рулится. Когда надо добавить угла, берешь, добавляешь. Ходишь в большой выворот, проезжаешь. Офигенно. Блин, я рад очень. Тачка валит. Тачка рулится, что может быть еще лучше. Еще и не греется. Это как бы, ну, спех первого GZ. Плюс мы угадали с вентиляторами. Мы поставили самые мощные. Поставили также у нас спал стоит на маслокулере. Маслокулер у нас тоже ситрап стоит. То есть компоненты все здесь подобраны именно под про уровень, скажем так. Эта машина уровня RDS Европа точно. Сто пудово. Тачка офигенная, тачка легкая. Я пошел дальше кататься. Я пошел дальше кататься. Пайп спрыгнул. Сейчас с Темой катался, разгоняюсь, смотрю, что-то как-то не едет. Ставлюсь, надува нет. Сразу приехал. Сейчас исправим и поедем. Серега, как на правом руле? Слушай, как дома. Реально, как дома. Правый руль, GDM, это мое. Артур. Пойп yesterday. Артур. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Но не скажу на чью фамилию, чтобы не было типа подставы какой-то Не на себя Так а ты мог и на себя Ну а потом скажешь, а если я выиграю, прикинь? Я понял, ничего страшного Если выиграет кто-нибудь из Питера, я буду только рад Вон Толян еще купил три билета, помните? Здесь на самом деле много, кто из знакомых, конечно же, купил билеты Некоторые поддержать, некоторые хотят реально очень забрать тачку Так, мы отошли немножко от музыки Тренировка закончилась, я покатался на Лавре Машиной полностью доволен Валит, рулится, выглядит офигенно Поставили обвесы на него, как вы заметили С обвесами погоняли Нигде ничего не оторвалось, не потерялось Никуда не врезался Покатался и один Поделал разные постановки Покатались на разной резине Пробовал и Westlake, и Zeknovo И 265-ю, вот Zeknovo как раз-таки Westlake 245-й, Китай пробовал Ну, естественно, она все крутит Пробовал и Boost-Off тоже Полный Boost у нас 500 плюс сил, будем его так называть В Вести крутит вообще в спокойную Также пробовал на Boost-Off Б Boost-Off, ну, заметная разница реально Нажимаешь кнопку, заметная разница, что машина едет, ну, чуть похуже Я думаю, на 400 сил она где-то едет Потому что, когда резина, например, китайская Спокойно Boost-Off включаешь Он как бы и меньше дымит Но зато и эконом не едет То есть можно, я думаю, на Triangle кататься очень долго на Boost-Off Это тоже плюс Это мы, естественно, оставим Пусть оно так будет Я думаю, даже сделаю так Оставлю полную мощность, вот эту И Boost-Off То есть, грубо говоря, у вас есть всегда возможность С кнопки включить 550 сил и ездить Если машина попадется суперопытному человеку То он может связаться со Street Energy И накрутить еще больше мощности Но мне кажется, больше чем 550 сил на первом GZ Смотрите, наверное, не надо Короче, Лаврам я очень доволен Также покатался парно с разными ребятами Тоже понравилось Круто еду вообще спокойно Перекладки, вот эти все приближения Как старые добрые на Лавре Только, в общем, положительные эмоции Ребят, спасибо, что посмотрели нашу серийку эту Напоминаю, что 29 сентября у нас стоп-продаж наклеек на Лавра Кто еще хочет залететь, успеть получить эту тачку Переходите на stiloftstore.ru в описании И приобретайте наклейку Самое главное, что вписывайте правильно свой адрес Там автоматическая форма заполнения Если вдруг адреса вашего нету То ближайшее отделение почты Также удобная оплата по СБП Там очень реально в два клика Имейте в виду, что таблица заполняется не сразу То есть там двое суток придется подождать Мы вот 29-го закроем продажу наклеек Соответственно, я думаю, еще день-два Всех оформим в табличку, чтобы все было четко И только потом уже определим победителя, конечно же Ну и, конечно же, подписывайтесь на телегу В ней самая свежайшая информация И с вами был Серега Стилов Строите тачки, тренируйтесь И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok